Привет, непрофессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бубнов, мы продолжаем тренировать «Зенит». Пока вас не было, мы сыграли матчи с Уралом, Шинником и Лучом, причем везде довольно уверенно победили. Но когда реализация идет, мы легко побеждаем. Хотя с Уралом был нелегкий матч, мы повели сразу, там Казаков и Фернандес забили. Но потом Урал, усиливая Марка Альвира, сравнял счет, я в шоке был. Я начал так орать, как никогда в жизни не орал. И на 81-й Локас, потом Сампер и Казаков сделали счет неприличным, но Урал очень здорово сопротивлялся. Шинник, ну мы не заметили сопротивление Шинника, все-таки уровень команд здесь слишком разный, поэтому мы победили легко, там даже Кокорин забил. Ну и с Лучом играли мы тоже по атакующей схеме, в три нападающих, там и Кокорин, и Чан, и Казаков. И все в принципе достойно себя проявили. Но Луч, будем откровенны, да, эта команда совсем мертвейшая, да, ходячие мертвецы просто для премьер-лиги. Ну у них играет основной нападающий, это Данил Лопатин, который у меня в нефтехимике даже в основу не пробивался. Он у них играет основного форварда. Ну понятное дело, что этот футболист уровня ФНЛ, и то он даже ФНЛ, ФНЛ не основной был. Ну вот, а его в премьер-лигу пихнули, да, уже кого попало, набрали называется, и пытаются с ними что-то сыграть. Но это безобразие, беспредел, конечно, что Луч попал в фемьер-лигу, но в общем ничего не светит Лучу, как мы понимаем. У него, правда, одна победа над нефтехимиком, вот и все, больше они не выигрывали. Так что здесь, скорее всего, ну по разнице мячей видно, что у Ахмата хотя бы она более приличная, а минус 15, у Луча вообще минус 32, представляешь? То есть они забили там, по большому счету, 3 мяча за турнир, 3 гола забили за весь чемпионат, а пропустили там по-страшному от нас 0-4, от Спартака 0-4, даже от Динамо, которые на 10 месте, они 0-4 сгорели, а от Краснодара вообще 0-6. Краснодар свое первое поражение потерпел от ЦСКА, ЦСКА их преследует, так же как и мы, так что тут все только обостряется. А лучшие бомбардиры Галаджан и Дюрис из Оренбурга, это, конечно, удивительно, да? А вот Нечаев лучший ассистент чемпионата, тот самый, которого я хотел бы приобрести. Еще один удивительный факт, 4 матча на 0 провел вратарь Оренбурга Данил Денисов, который арендован из Зенита. То есть, представляешь, наш резервный вратарь, да, из Оренбурга, с Оренбургом умудрился больше сухарей насушить, чем эти Ладыгин и Старакоши. Это вообще кошмар. Старакоша, 6 матчей в премьер-лиге, 1 сухарь. Ладыгин тоже, ну, 4 матча, 1 сухарь. Как вы понимаете, это, конечно, ну, для вратарей такого класса, с учетом того, что на ворот Оренбурга там постоянно атакуют, а наши ворота, ну, обычно там пара ударов за матч, да? А, и вот они пропускают. Супер-ротари. Кстати, у нас мага Аздоев-то суши вам стопы слег. Рассказываю, как это было на тренировке, ну, после того, как он подвел всю команду, да, там собрались ребята, ну, думают, надо проучить магу. У нас, ну, мы ядрами называем мячи, да, которые просто выкрашены в черный цвет и чуть потяжелее, да? Как, ну, я уж не стал, как прибеска с настоящими ядрами, я уж облегчил немножко задание, вот. Но у нас, знаешь, как возле Петропавловской крепости, там пришватывался древний корабль, да, ну, такой, значит, исторический, реставрированный, и там ядра настоящие были. Ребята притащили, говорят, давайте, говорит, магу разыграем, да? Ну, и вот они к нашим черным выкрашенным мячам прикатили ядро, понимаешь? И говорят, ну-ка, мага, давай, дальний удар нам свой покажи. А там в рядочек поставили ему эти пять мячей, одно ядро, понимаешь? И он, посмотришь, да, какой неудачник, он первым же, первым же своим ударом по ядру пнул, понимаешь? Все, тренировка закончилась. Он рад, что пользуется авторитетом в костяке коллектива Кабаты, да. Играем с Селтиком, следующий состав, у них Дорин, Ротарио. Ну, Ротарио, кстати, я не знаю, что они его форвардом поставили, да, он все-таки игрок больше франговый. Но по лицам игроков, да, что Ротарио, что Хендесон, что Кристи, Макгрегор. Что это за детский сад, елки-палки? Это фотографии, я не знаю, но в лучшем случае из выпускного альбома. В худшем, это, знаешь, как у нас фотографируют там с игрушечным телефоном, да, там с каким-нибудь слоненком. Вот такие вот фотографии. Вы что детей против нас выставили? У Ротаря вообще фотографии нет, одна ориентировка милицейская. Подожди играть так, как будто прошлый матч не закончился, я скажу, ребятам. И инструкция по сопернику, ну, сейчас мы разберем, да, Ротарио. Ну, он, да, правый атакующий полузащитник, я не знаю, что они его ставят в центр форварда. Райан Кристи, ну, это довольно известный футболист, довольно техничный. Лиэм Хендесон, ну, он не очень быстрый, поэтому по центру располагается, но отпасовать может. Том Арлогич, австралиец, ну, тоже такой, он не очень быстрый, поэтому они все именно центром будут атаковать нас. Поэтому нашему центру поля придется потрудиться, да. Ну, в принципе, в принципе, состав у них очень такой крепкий. И, ну, Дерек Баята, наверное, известен всем. Один из самых, наверное, знаменитых игроков Селтика. Остальные, ну, они, может быть, не так на слуху, но Янмат, опять же, на слуху, видите, в английской премьер-лиге он играл довольно долго. Ну, а Райан Мюллен, вратарь, который только за Селтика выступает. Даже фотографий нет. Вот, ну, и мы на знаменитом стадионе Селтик Парк. Вот так он выглядит. И целый сектор здесь, это болельщики Зенита. Ну, приятно, что они выбрались в Шотландию. Мы, наш клуб им помог, да, организовал и там и билеты, и все. Ну, вот, и мы приехали они, значит. Ну, вот, Сампер тут же открывает счет уже на второй минуте. Матеус Фернадо здорово скинул. Ну, вот мы на стандартах неплохо поработали. Я стандарт обделил вообще особое внимание именно атакующим в этом матче. Фернадо здорово скинул. Ну, и Сампер прекрасно открылся и забил этот гол. Молодец. Ну, естественно, европейские матчи для нас важны. Нам нужно выходить из группы. Это задача руководства. Больше того, не просто выйти из группы, да, там даже надо еще пару раундов пройти нам, чтобы удовлетворить руководство. И в России надо стать чемпионами. То есть мне такую, серьезные такие задачи поставили. Торино и Борго там уже три мяча на двоих забили. Ну, у нас вот сейчас Ротарио, как раз тот самый Дорио Ротарио, на которого я обращал внимание, да. Вот он как раз много, ну, хорошо подключался к той атаке. Молодец. Мы били. Били, били, да не забили. Ну, Краневитер, не стал прикладываться, отдал на Ансалини, а в сайт был? Не было? Ну, тогда хорошо. Вот Рикардо Ансалини забил. Для него тоже важно забивать. Ко мне Тедил Ювенту созвонил. Говорил, что у вас Ансалини не играет. Его в аренду отдавали с другими условиями. Ну, на самом деле, его отдавали в аренду. Ну, как раз таки вот сейчас нам он нужен, да. Потому что Орегоний там, допустим, в чемпионате России будет играть. Арсалини будет играть непосредственно вот в Лиге Европы. То есть, сейчас мы только начали играть на два фронта. И нам сейчас как раз нужны и форварды, и, ну, все-все-все нам нужны. Перепасовочка такая, рискованная вот игроков Силтика. Ну, с реализацией моментов пока у нас в этом матче все в порядке. То есть, по большому счету, те шансы, которые есть, мы реализуем, мы используем. И, в общем, так довольно неплохо действуем. И Кроневиттер умную передачу дал. И Матеус Фернандес в первом случае тоже молодец. Макгрегор отдает на Бетона. Бетону бы с такой фамилией в защите играть. В защите Бетон все бы говорили. Вот это была бы сила. Фернандес, ну, забегай, Шатов. Шатов остановился. Ну, он на фланг дает. Там защитник здорово открылся. Ему только сейчас отдали. Еще раз дай ему. Набиуллин. Хорошо. Ну, вот же. Вот же, хорошо все было сделано. Но от Солини слабо ударил. Успел вратарь дотянуться у них до этого мяча. И сейчас Чиан хорош на перехвате. От Солини, переводи, переводи налево. Отлично. Шатов. Шатов сейчас лучший футбол в карьере, наверное, показывает. Ну, вывел он от Солини классной передачей. Но Рикардо от Солини пробил. Ну, мог бы лучше пробить. Там, в принципе, Шатса забить были. Вот, даем шанс от Солини. Забивай только из таких моментов. Он не всегда это делает. Как вы можете увидеть. Кристи, Хендерсон, Ротарио. Ну, вот здесь надо встречать их. Хотя, вот такие удары пусть наносят. Тут забить все равно практически нереально. Это только... Ну, очень, если хорошо попасть по мячу, да. Только тогда он залетит. А так, в принципе, дальние удары, ну, вот с тех дистанций, с которых бьют игроки Селтика, это никакой опасности для нас не представляет. Вот эти, Мональ Бомана. Я отбирал мяч чаще, чем любой другой игрок. И терял мяч чаще, чем любой другой игрок. Вот так. Ну, важно, чтобы они расслаблялись. Напрягся у нас на Биулина. А что ты напрягся-то? Иди, играй, доказывай, елки-палки. Чанам я недоволен. Пусть заводится, пусть играет. Ну, и не вообще игрок такой. Да, я бы, ну, наверное, потратил бы деньги на другого футболиста. Все-таки. Ну, надо понимать, что в Зенит не каждый пойдет. Вот что. То есть клуб, это, конечно, богатый. Для российских футболистов, наверное, привлекательный вариант. Но для зарубежных, вот я по себе знаю, я провел трансферное окно, да. И кроме Сампера-то, по большому счету, игроков мирового уровня заманить не удалось. То есть они, где все отказывали, все мне говорили там, ну, выбирают между клубами они, выбирают не нас. То есть даже там в СБУ выбирают, но только не российскую команду. Хотя мы больше денег предлагаем, чем соперники, да. Ну, все равно, вот они не хотят, не хотят переезжать в чемпионат России. Хендерсон бьет. Но это, опять же, да, не опасно. С такими ситуациями там вратарь должен справляться. Это все-таки сверхдальний удар. Солини в центр, краны Виттер забрасывает. Ну, опять же, там Чиан был один. Ему тяжело в одиночку действовать. Да, ему удобнее, когда рядом Казаков или Кокорин. Да, по такой схеме Флораду себя крайне сложно проявить. Тем более с таким самобладанием, как у Чиана. Но действительно на невысоком уровне. Завершение атаки есть, самобладание слабенькое. То есть выходы один на один он плохо реализует. Вот сейчас он опять получил мяч, да, и что сделал? Самобладания не хватило протащить мяч, или мозгов не хватило, чтобы отпасовать назад, Флорад, к примеру, где ребята были тоже, да, и с отрели, ну, можно было, я думаю, как-то там выдать, кому-то отдать и так далее. Баята получил желтую карточку. И мы сейчас, я думаю, замену-то произведем. Эдди Чан меня в этом матче не радует. Да, выпустим Казакова. Казакову тоже надо нюхать порох уже на уровне Лиги Европы. А Чан пусть подумает немножко над тем, как надо играть. Вот Казаков выходит и два сразу же не забивает. Ну и Сампер пробил, конечно, отвратительно. Такое завершение атаки, ну, оно должно, конечно, атаку надо завершать лучше, чем то, как это сейчас сделал наш футболист. Сампер получил желтую карточку. Ну, я думаю, мы выпустим Шевченко сейчас сюда. Правда, с заданием опорный полузащитник. Нам сейчас обороняться более выгодно, да. И на контратаке уже перейдем. Но пока еще Саппер играет. Набиулин. Шатов. Шатов играет на Фернандеса. Здесь вывод Казакова на удар. И Казаков бьет, к сожалению, для себя мимо. Ну и еще одна замена нужна. Конечно же, она нужна Олегу Шатову. От Солини, в принципе, на той позиции сможет сыграть. Да, мы сюда просто Миранчука выпустим. Ему тоже нужна игровая практика. Орегоне прибережем для чемпионата России. Там Эмилиана уже будет свои веские слова говорить. Очень плохо сыграл от Солини. Ладно, Шевченко подстраховал. Фернандес, Краневитер хорошо сыграл на Набиулина. Но Эльмир один. Эльмир, надо в таких ситуациях быстрее от мяча избавляться. Миранчук. Ой, как забил Алеша. Ой, красавец. Если бы это была игра на выбывание, да, то гул был бы очень важный. Ну а здесь и Матеус Фернандес здорово катнул. И удар у Миранчука. Но он, наверное, не получился таким сильным, как хотел Алеша, да. Но очень точным. И вот здесь Миранчук исполнил с левой в дальний угол. Мюллен не достал. 3-0. Ну, мы вот, вот у нас с реализацией нет проблем в Лиге Европы. Ну, по крайней мере, с голами нет проблем. То есть, ну, 17 ударов, 4 створа, это, конечно, безобразие. Ну, соперников еще хуже там дела. А Тарина Бордо, матч огненный. Там 3-4. Бордо выходит вперед на последних минутах. Очень голевой матч. У нас все как-то в одну калитку складывается. А вот сейчас Тракоша выручил. Вот это как раз. Вот благодаря этому сейву, да, я Стракошу поставлю на следующую игру в Премьер Лиге против Локомотива, да. Потому что, действительно, вот такими сейвами звание первого номера и добывается. Потому что, ну, то, как играет Ладыгин, меня вообще не вселяет никакой уверенности. Он играет только из-за паспорта. Ну, когда выходит Юра, тогда играет только из-за паспорта. Потому что спасение он особо не делает. Все, что там нельзя отбить, он и не отбивает. Все, что можно иногда, тоже портачит. Но мы здорово победили. Ребятам я скажу, что я доволен результатом и вашей игрой. Арсенал свои любимые четыре штуки все-таки забил. Вот, что еще интересного. Все-таки Бордо свой матч выиграл. Ну, Руссенбург вот в группу пробился в Лиге Европы. И 4-0 разобрал. Зальцбургский Рэдбулл. Хотя группа там сильная. Севилья, Герта, Зальцбург и Руссенбург. Не так-то просто там добиться успеха. Интер громит мально. Российских команд Лиги Европы нет. Давайте в Лиге Чемпионов посмотрим. Краснодар вот обыграл Андерлехт. Проиграл Дортмунду 0-3. Ну, Краснодара группа такая непростая. Валенсия, Дортмунд в ней. Ну, Краснодар в принципе может зацепиться за второе место. Все-таки это не Бавария, а Манчестер Юнайт от Милан Копенгаген. Да? То есть, в принципе, если постараться, можно обыграть Валенсию. Да и Дортмунд тоже. Спартак в своей группе проиграл Олимпиакосу и ПСЖ. Ну, то, что ПСЖ и Ман-Сити не конкуренты, понятно. Но Олимпиакосу проигрывать, это, конечно, позор. Спартак здесь, конечно, не добавляет России еврокубковых очков. Вот, и это очень грустно для нашей страны. Да, так что вот так вот. У нас все довольно грустно складывается. Кстати, Юрким Свенингсон, один из лучших бомбардиров Лиги Чемпионов. Росенбург, видать, не прошел квалификацию Лиги Чемпионов и опустился в Лигу Европы. А Юрким Свенингсон, конечно, хороший. Но он нападающий, у нас нет дефицита нападающих. Я его приобретать не буду, не планирую. Наш бывший игрок Далер Кузяев принес на 81-й минуте победу Краснодару в Перми. И Спартак, кстати, проигрывает уже Тульскому Арсеналу на последней минуте Обухов. По-моему, воспитанник Спартака он как раз, да? Нет, но он играл за Спартак, за Спартак 2 Владимир Обухов. И вот именно он похоронил Спартак на последних минутах. Да, ну, так что у Спартаковца вообще дела не важны. Они только на пятом месте. С учетом того, что они еще на одну игру больше нас сыграли. Поэтому у них дела идут очень неважно. В отличие от нас, Локомотив не играет ни в каких Еврокубках. В воротах у них Лунев, кстати. Ну, я не знаю, мне кажется, что Лунев посильнее Ладыгина. Не знаю, почему Ладыгина у нас оставили, Лунева убрали. Ну, так или иначе, вот по такой необычной схеме играет Локомотив. Плюс у них Юсупов еще есть. Ну, Шлягер какой-то, Салагов. Ну, Салагов тоже играл за Зенит в свое время. Вот. Давайте покажите нашу лучшую игру, парни. Скажу я ребятам. Ну, здесь надо опекать, конечно. Адреса Самбу, лучший бомбардир Локомотива, да. Марвин Фридрих, центральный защитник. Высокорослый, но медленный. Руслан Камболов. Не высокорослый и не особо быстрый. Новосельцева мы тоже хорошо знаем, играл за Зенит. Салагов, 30 лет. Тоже уже ничего из себя особо не представляет. Рыбусу, 32. Тоже уже прошел пик. Есть какой-то молодой Арвид Броссон, но у него тоже милицейская ориентировка. Неизвестный игрок Шлягер. Вот центральный полузащитник спас абандидовцы. Чего это такое? Где они их набирают? Что за легионер такой? Вы россиянину, россиянину дайте шанс. Пусть на этой позиции играет. Вот смотрите, у вас есть Станислав Несофудинов. Дайте ему шанс. Пусть он развивается. Это наш парень. Лучше 19-летний россиянин, чем 24-летний мертвый совершенно австриец. Вот есть еще Владимир Саламатов. Россиянин. Пусть играют наши. Чего? Нет, набрали каких-то легионеров, да, которые даже играть не умеют. У нас хотя бы легионеры, которые играть умеют. Да, Сампер тот же самый. Ну, Сампер пусть играет в нашем чемпионате, потому что это высочайший уровень. Так же, как и Мамана, да. Вот. А когда речь идет о каких-то непонятных личностях, австриец, который пасовать вообще не умеет, да. Чего толку-то его брать? Он же не начнет играть хорошо, если он не умеет просто играть вообще в этот футбол. Я не понимаю, кто отвечает за трансферную политику Локомотива. Там Смородская, что ли, вернулась? Геркуса подсидела, видимо, Ольга Юрьевна. И решила вернуть старые порядки, где какие-то малоизвестные балканцы пробивались в состав. Я ничего против балканских игроков не имею, но там у Ольги Юрьевны были перегибы явные. Ригони, Миранчук. Ох, как хорошо, но Казаков с убойной позиции не попадает. Вот это вот уже плохо. И еще травму получает. Но Казаков, да, Казаков, вот опять же, почему-то в Лиге, вот опять удар на мимо. Почему-то в Лиге Европы, да, мы такие моменты реализуем. А как наш чемпионат начинается российский, здесь сразу какие-то проблемы, да. Что-то и ни А, ни Б, ни Кукареку, понимаешь? Ну, Казакова, ладно, убрали с поля. Потому что травма колена, это серьезно. Я надеюсь, что мы сможем там его как-то подлатать. Эдди Чан выходит. Ну, Чан прошлую игру провалил, для него сейчас шансы реабилитироваться. Ну, суперскоростной игрок. Самобладание 10, ну, опять же, да, все-таки 10 это не 0. С 10 он должен забивать хоть что-то. Шевченко немножко небрежно играет, как мне кажется. Локомотив распасовался, но Стракоша молодец, не пустил сейчас. Первый удар пустить, это было бы смертоубийство. Так нельзя. И Лунев выглядит нервным. Ну, у Лунева неплохие показатели, но лучше Ладыгина однозначно. Даже футбол-менеджеры, но почему-то Юру Ладыгина оставляют. Хотя Лунев и повыше, и покрепче. И, ну, как, вратарская школа у него есть. Лудыгин все-таки вызывает неуверенность своими действиями. Чан не добирается до мяча. Краневита, Ригони, ну, Ригони, елки-палки. Вот в прошлом матче, да, от Солини с этой позиции примерно забил гол. Ригони махнул мимо. Ну, вот что с вами сделать? Если вы не можете забивать момент. Если 9 ударов, из 9 ударов один ствол. Из 9, ну, минимум 4 должны ствол идти. Понимаешь, а у них из 9 ударов один идет ствол. Ну, естественно, если бы мы попадали ствол из этих позиций, из которых вы били чаще, то, наверное, уже бы ввели 2-0 примерно. Но вместо этого мы не забиваем очки. Не забиваем голы. И из-за этого не можем заработать очки. Вот и все. С Краневитером поговорим. Хочу, чтобы ты играл осторожнее и не получил 2-й горчичный. Это важно. Сейчас, а то перетрудится, да. У нас одна вынужденная замена уже была. Я не стал рисковать здоровьем Казакова, чтобы он до перерыва там доиграл. Это просто было рискованно. Потерять одного из лучших нападающих на статы чемпионата, да, это будет, ну, не катастрофой, но неприятностью существенной. Поэтому я уж не стал там рисковать сильно. Да, и опять же, да, ну вот по моментам, по моментам мы ведем игру. Надо Уткина выпустить. Уткин должен справляться здесь на позиции коррелера. Она ему близка. Вот. Ну и плюс у Краневитера карточка. А Уткин более атакующий, чем Краневитер. Он сможет добавить нам, там, несколько вариантов для продолжения атаки. Я в этом не сомневаюсь. Но для этого надо отбирать мячи. Вот Саппер с этим хорошо справился. Ну, куда Саппер отдавал, я не понял. Там не было игрока даже, куда Саппер пасовал. Вот и ошибка. Здесь и ошибка. Шлягер бросил, забрасывает. Ну, не проигрывать же вверх так. Ну, безобразие. Безобразие. И вас пожилые игроки локомотива сейчас раскатали просто. Просто раскатали. Ну-ка, постараться быстро. Надо навалиться и закачивать уже с этим локомотивом. Безобразие тут варится оформенное. Надругательство просто над нашей командой. Ну, 12 ударов, 3 в створ летит. Ёлки-палки. Ну, минимум 6 надо попадать в створ. Они не попадают. Атакующий настой. Ну, я, честно говоря, да, здесь, ну, только замены делать. Только замены делать. Заменить. Ну, можно, знаешь как, можно немножко в атаку перейти, да. Заменить. Ну, Регони вообще не умеет, да. Кокорина выпустим. Регони уберем. Пусть Шатов играет выдвинутого. Ну, Шатов, в принципе, особо никого там и не умеет играть больше. Ну, забить Голшатов может, если его выведут на позицию хорошую. Вот. У локомотива сейчас будет преимущество центре поля, конечно, я думаю. Вот. Но надо его нивелировать и пускать вперед. Чан! Ну, Эдик! Ёлки-палки. Эдик Чан бьет мимо ворот. Ну, три форварда сейчас это уже ва-банк, можно сказать. Мы идем. Да. Атакующий настрой. Ну, тут больше вертикальных надо передачи. Темп игры поставить повыше. Подключение можно уже не ждать. Вот. Ну, надо двигаться, двигаться. Продвигаться к воротам вперед. Давить. Вот. Конечно, ну, вот здесь вот. Прессинговать надо. Лучше прессинговать. Караваев, Каравай, Каравай. Кого хочешь, убирай. Уткин, молодец. Шатов, хорошо. Кокорин. Ну, назад сыграй. Правильно, она Караваева. Здесь Уткин. Хорошо, вперед. Кокоша подает зачем-то на Шатова. Ну, зачем верхом-то? Там надо было низом. Низом, аккуратненько. А не верхом. Ну, верхом, верхом не получится, к сожалению, такое забить. Причем, ну, опять же, да, мы переигрываем локомотивы по игре. По игре намного лучше. Ну, смутаемся, да. Вот. И в Лиге Европы мы точно так же играли. Но там мы свои моменты забили. А в чемпионате России такое ощущение, что на них паралич какой-то находит. И они не могут забить. Кокорин проигрывать. Ну, зачем, Караваев? Ты бьешь-то. Подключение было же. Миранчук хорошо подключился. Дай ему мяч. Нет, все. В итоге ничья. Ну, это безобразие. Это безобразие. Такие матчи надо выигрывать. Никаких оправданий быть не может. Олежа Шатов неуверенным выглядит. Олежа, я тобой не доволен. Как и всеми игроками группы атаки. Оборона отработала более-менее. Претензий мало к обороне. А вот к атаке много претензий. Потому что много моментов не реализовано. Регони мне не понравилось, как сыграл. Да? Вот борьба идет между ним и Ацалини за место в составе. В итоге, я так думаю, что к следующему сезону, если меня не уволят, ни Регони, ну, Ацалини-то закончится аренда у него, да? Но Регони в составе тоже не будет. Потому что так нельзя играть. Но, к счастью для нас, нефтехимик творит историю и не дает СССР от нас оторваться. Да? У нефтехимика там 1-1. ЦСКА причем сравняли только в конце матча. Хотя армейцы давили, это признать нужно. Но, тем не менее, все-таки футболисты нефтехимика, у них игрок матча. Это Михаил Чернов, арендованный из Локомотива. Кстати, вот тоже, да? Хороший форвард в Локомотиве играет. Хороший форвард играл, да? Но они вместо него там ставят какого-то чукчу в атаку, да? И с этими чукчами пытаются что-то выиграть. Я при всем уважении к северным народам, да? Но все-таки, зачем вы иностранцев туда ставите? Причем, ладно, был бы чукча, это хотя бы россиянин был бы. А там же, кого попало, они там набирают. Я не помню уже, кто там играл. Ну, если есть возможность, если есть своя школа, они, главное, хорошего, качественного, русского, нападающего отдали в аренду в нефтехимик. А у самих играет там не пойми что. Вы ему давайте практику, пусть он играет за вашу команду. Вот и Локомотив поэтому идет непонятно где. Классные игроки и есть воспитанники Лока. Лока идет на одиннадцатом месте. И то он отскочил, этот Локомотив. Мы должны были его громить. Ну, там наши кривоножки решили, скажем так, подгадить своему тренеру. Да? А так мы лишились очков, которые нам нужны в погоде за Краснодара. Вот так вот. Хотя по игре мы смотрелись сильно. Но мы лучше смотрелись, чем Локомотив. Кстати, вряд ли кто-то будет спорить. Мэй Фанк призывает Караваева перейти в Гуанчжоу. Слушай, что тебе не сидится-то? Что ты ему звонишь? У него даже телефон не Xiaomi. Что ты пристал? Иди играй за Гуанчжоу свое и не лезь в наш чемпионат. Куда ты лезешь? Какой Каравай в Гуанчжоу? 26 лет, россиянин, 81 тысячу в неделю зарабатывает. Сколько ты зарабатываешь? 11 зарабатываешь. 11. Чтоб ты знал. Это копейки. На чужой Каравай, понимаешь, рот не разевай. Ну, дальше у нас матчи с Тульским Арсеналом планируются. Краснодар с Нефтехимиком сыграет. Но мы очень верим, конечно, в нашу бывшую команду, что они смогут отобрать очки и у Краснодара. Потому что они из СССР сыграли линчью с нами. И я надеюсь, что с Краснодарцами тоже у них получится. Нам тут предлагают на просмотр пригласить интересных персонажей. Мы этим займемся пока что. Ну, а вы собирайте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. 4 тысячи просмотров и 600 пальцев вверх выйдет новая серия, напоминаю. Так что, если в группе ВКонтакте увидите репост, вернее, увидите пост, не стесняйтесь репоститься, лайкать. Это все тоже идет на пользу. Все ссылки, они под видео есть. Всех благодарю за просмотр. Всего самого хорошего вам. Удачи и до свидания.